Изменение маршрута рейсовых автобусов – пробный тестовый вариант решения проблемы транспортной доступности аэропорта для пассажиров из области. 30 рейсов из Шахт, два из Миллерово и один из Морозовска теперь будут делать остановки в Платове. График вполне возможно будет меняться, потому что, собственно говоря, мы понимаем, что есть те, кто хочет заехать в аэропорт, но есть те, кто предпочитает все-таки по более короткому пути проехать, потому что заезд в аэропорт – это все равно дополнительные затраты времени. Без проблем на общественном транспорте пока можно добраться только из Ростова. 285-й и 286-й микроавтобусы отходят строго по времени с привокзальной площади и старого автовокзала и обратно каждые полчаса. Курсируют 8 машин, две в резерве на случай роста пассажиропотока. Микроавтобусы отправляются в начале и середине часа. В аэропорту для комфортного ожидания установили 170 дополнительных сидячих мест. Я, честно говоря, не так часто езжу, летаю вернее, но мне, в принципе, нормально, потому что я жду не на холоде, жду внутри, в тепле. Поэтому, в принципе, полчаса, мне кажется, нормально, да. Цена меня устраивает, а ждать не особо долго, и, в принципе, нормально. Несмотря на позитивное отношение к графику транспорта и цене 75 или 95 рублей за проезд, в зависимости от места отправления, пользоваться им ростовчане и гости города не спешат. От аэропорта автобусы отъезжают полупустыми. На микроавтобусах ездит только 10-15% авиапассажиров, не больше тысячи человек в день. Мы видим определенную тенденцию к росту, с учетом того, что мы сейчас урегулируем все процедуры, обеспечиваем места для перевозки багажа. Этот вопрос также остался достаточно проблематичным и требующим дополнительной проработки. Желающие проехать до аэропорта или из него на общественном транспорте могут отследить движение автобусов через новое мобильное приложение GoToBus. Но водители предупреждают, остановки по требованию запрещены, движение строго по маршруту. Галина Горлова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Оксайский район.